Здравствуйте! В эфире важная программа для тех, кто размышляет сегодня в выпуске. Голосование пошло. Как явка избирателей может повлиять на результаты выборов? Удар еще удар. С какими итогами завершилось лето в боксерских перчатках? И получение новой профессии. Что делать, если безработица наступает на пятки? 13 сентября нам предстоит выбрать депутатов в райсоветы. Новые органы местного самоуправления. Опыта пока ноль. На районном уровне власть еще никогда не получала столько прав и обязанностей, как в этот раз. От чего же во многом будет зависеть качество ее работы? Система местного самоуправления, к которой жители Самары привыкли за последние четверть века, больше не будет такой, как прежде. Каждый район города теперь становится самостоятельным муниципалитетом, которому положены отдельный бюджет и отдельная дума, совет районных депутатов. Девять районов, девять депутатских корпусов, в ведении которых окажутся вопросы благоустройства, развития малого бизнеса, спорта, досуга, сбора местных налогов и распределения бюджетных средств. На каждого депутата теперь будет приходиться не 40 тысяч, а всего от полутора до 10 тысяч избирателей. При желании можно всех жителей округа знать в лицо, а значит быть в курсе всех проблем. Было бы желание. Так вот, 13 сентября мы как раз и будем выбирать своих представителей в райсоветы. Значимость этого события трудно переоценить. В соответствии с 32 статьей Конституции, мое право избирать и тем самым иметь своего представителя в органах власти, через которые я могу донести свои проблемы. И поэтому я считаю, что нужно проявить гражданскую активность на этих выборах, которые не были у нас 25 лет, для того, чтобы потом, в конечном итоге, не говорить о том, что мне власть ничего не делает. Если ты не изъявляешь желание избирать своего представителя, в конечном итоге возникает вопрос, чтобы потом что-то от власти требовать. Интерес к выборам у нас в регионе довольно высок и со стороны кандидатов, и со стороны избирателей. Однако, по мнению экспертов, начало осени не самое лучшее время для голосования. Дачный сезон в разгаре, многие еще только собираются в отпуск. В подобных случаях для людей огромное значение имеет возможность досрочных выборов. И, как показывает практика, с помощью этой процедуры реализуют свои права около 10% избирателей. По семейным обстоятельствам я не смогу поголосовать в день выборов. Уезжаю. Поэтому пришла пораньше. Должна воспользоваться своим правом голоса. Отдать за того, кого хочу видеть избранным депутатом. Но дачу нужно убирать, урожай. И поэтому решила прийти пораньше. Процедура досрочного голосования началась 2 сентября. В отличие от предыдущих выборов, в этот раз людям не нужно ехать в территориальные избирательные комиссии. Достаточно прийти на свой участок по месту жительства. В будние дни досрочное голосование осуществляется в силу федерального закона с 16 часов и до 20 часов. То есть в вечернее время. А в выходные дни досрочное голосование осуществляется с 10 до 16 часов. Основания для досрочного голосования могут быть самыми разными. От командировки и поездки на море до планового медобследования. Плюс учеба или работа. Для такого крупного промышленного центра, как Самара, это особенно важно. На производствах непрерывного цикла у нас ежедневно занято порядка 16 тысяч человек. А если учесть, что 13 сентября и многие городские службы правоохранителя будут заняты в организации Дня города, то досрочное голосование становится массово востребованным. 10 дней досрочного голосования значительно увеличивают шансы выкроить время и посетить избирательный участок. Единственное, что при этом нужно, это иметь при себе паспорт. Других документов с собой брать не нужно, поскольку в соответствии с требованиями федерального закона человек не обязан подтверждать причину, что он имеет право на досрочное голосование. Он ее обязан указать в заявлении. Досрочное голосование – это в первую очередь удобство для людей. Дополнительная возможность реализовать свое право голоса. Ну а во-вторых, чем больше людей придет на выборы, тем прозрачнее их результаты. Это историческое событие в жизни Самарской области. И, наверное, от того, какую активность мы проявим, от этого будет зависеть качество и депутатов, которых мы изберем, и их легитимность. Если депутат, где в округе у него проголосовало 80-60%, он будет требовать от власти исполнительной и выполнение воли своих избирателей, он гораздо активнее будет работать и защищать права наших избирателей. С 2006 года, когда был отменен минимальный порог явки, процент проголосовавших не является юридически значимым показателем. Выборы считаются состоявшимися независимо от числа избирателей. И тем не менее эксперты настаивают – явка – крайне важный результат голосования. Во-первых, явка, особенно когда она достаточно низкая, небольшие ее колебания могут вести к изменению результата голосования. Иногда количественные, иногда и качественные. То есть к власти могут прийти те или иные люди. Но здесь еще важное обратное. То, что избиратели, если они пришли на выборы, если они проголосовали, между ними и депутатами выстраиваются определенные отношения. Если их много, избирателей, то они будут влиять на этих кандидатов. Если их мало, если этот депутат избран достаточно ограниченным количеством людей, соответственно, это будут и отношения. То есть отношения такие между одной какой-то узкой достаточно социальной группой и депутатом, который с помощью этой группы выиграл выборы. Если это масса людей, то там уже это большие социальные группы. И, соответственно, уже депутат вынужден соблюдать некоторый баланс интересов между представителями этих групп. Как-то принято считать, что основная масса активных избирателей – это люди старшего поколения. Молодежь предпочитает оставаться за рамками выборного процесса. В этот раз все не так. Возможно, из-за большого числа молодых кандидатов интерес к выборам проявляют и молодые избиратели. Скажите, пожалуйста, вы пойдете на выборы 13 сентября? Ну, думаю, что да, пойду. Почему? Ну, надо сделать свой выбор, принять правильное решение, чтобы в городе было лучше. Пойдем, конечно. Мы выбирать должны сами. Ну, для того, чтобы хорошие люди управляли, а не пойми кто. Все-таки это наше будущее, же наше мнение должно учитываться. В принципе, приятно, что на данный момент, например, у нас вот и дорогу ремонтируют по Маризе Торезе. То есть вы видите смысл в голосах? Конечно, да. Я не хожу на выборы принципиально. Это дело каждого, наверное, человека. Каждый думает, надо ему это или нет. Я считаю, что это нужно делать. Зачем вам это нужно? Ну, как бы, чтобы улучшить, наверное, инфраструктуру, как бы, чтобы у нас в дворах было поинтереснее. Ну, по крайней мере, надеемся на лучшее. Вы пойдете на выборы? Обязательно пойду. Вы уже точно знаете, где ваша избирательная комиссия, куда идти? Знаю точно. Я на 116-м живу. На школу там рядышком, в школе выборы делать. Конечно, абсолютное большинство жителей знает, где находятся их избирательные участки. Однако, существует эффект ротации. Люди переезжают, переезжают сами избиркомы, да и с приглашениями на выборы нередко случается путаница. Чтобы уточнить, где расположено место голосования, достаточно зайти на сайт Самарской областной избирательной комиссии и воспользоваться сервисом «Найди свой избирательный участок». Общероссийская база данных хранит сведения о каждом выборном пункте. Нужно лишь ввести свой домашний адрес. Ну и, конечно, всегда можно позвонить в территориальные избирательные комиссии и получить консультацию. 560 миллионов рублей. Таков объем долга жителей Самары перед поставщиками холодной воды. С другими коммунальными услугами ситуация не отличается принципиально. Хотя доля злостных неплательщиков среди горожан не так уж и высока. Зачастую деньги жителей просто оседают на счетах недобросовестных или разорившихся управляющих компаний, не доходя до конечного получателя. В декабре 2014-го самарский поставщик холодной воды СКС начал переход к практике прямых расчетов с населением. Началось банкротство крупных управляющих компаний, за которыми остались огромные долги. К сожалению, взыскать возможности эти долги у нас нет на данный момент. Потому что имущество за управляющей компанией не остается. Просуживаем эту задолженность, но исполнительные листы, к сожалению, взыскать даже через пристав не можем. Переход на новый уровень работы позволяет контролировать денежную массу. То есть у нас гарантированно каждый месяц поступают платежи. Если раньше управляющая компания могла из крупных управляющих компаний не заплатить просто ни копейки, а зарплату мне надо платить каждый месяц сотрудникам, воду поднимать, подавать ее в каждую квартиру, то здесь у меня есть гарантии того, что никто эти платежи не уведет. Они идут напрямую на расчетный счет, и я могу их использовать для перекладки, сети, очистки воды и так далее. Сейчас по такому же пути прямые расчеты с потребителями по квитанциям идет и Самараэнергосбыт. И 50 тысяч абонентов уже получили по почте счета. Некоторые из них до сих пор в шоке от увиденных цифр. Откуда долги, если я регулярно плачу за свет? Как выяснилась, проблема в осведомленности поставщиков услуг. У них просто-напросто нет базы, у них нет показаний приборов учета. Раньше вы платили. Как? Вы брали, заполняли листочек и отправляли его. Все. Эти показания прибора никто не вносил в базу. Они берут раз в месяц, или раз в квартал, или раз в полгода. Не больше. Если вы сейчас не заплатите, я думаю, ничего не случится. Потому что вы покажете сейчас в талоне в отрывном данные своих показаний приборов учета, и на следующий месяц они уже сделают перерасчет сами. Существенный недостаток такой практики расчетов – невозможность оплачивать коммунальные услуги вперед. По статистике, платить таким образом удобно примерно 20% потребителей. Эти люди, в принципе, продолжать такую практику могут. Но от ежемесячной подачи сведений о расходе воды или электричества это их не избавляет. Получается, какой-то не слишком клиентоориентированный подход. Я заплатил вперед, плюс я должен еще и обязан бегать показания приборов учета. С какой кстати? Я вас прокредитовал на год вперед. Будьте любезны, меня облизывайте. Я имею в виду потребителя. Вот о чем речь ведется. И сегодня ресурсникам, это сегодня они делают, что этой темы не существует. Существует. И с этой клиентской базы надо работать ресурснику. И эта проблема скорее техническая, а есть и другая – правовая. Прямые договоры с поставщиками при наличии у дома управляющей компании не вписываются в действующее законодательство. Хотя разговоры о том, что закон надо бы адаптировать под этот запрос ведутся довольно давно. Но пока лишь разговоры. Все, что сегодня у нас в городе происходит вот с этими платежами, с прямыми договорами, как мы говорим, это незаконно. Это незаконно. Значит, есть решения и прокуратуры в области. Я обращался в прокуратуру области, она проверяла эти факты. ГЖИ обращался, ГЖИ проверяла эти факты. Сейчас идут разбирательства. То есть все подтвердили, что это все незаконно. При наличии управляющих компаний не может быть отдельных договоров у каждого собственника с ресурсоснабжающей организацией. Почему? Главным образом из-за спорных ситуаций с разграничением зоны ответственности. Кто отвечает перед потребителем за наличие и качество воды в кране? Точки в этом споре пока нет. Подается вода. До ввода в дом. До фасада в дом. Отвечает ресурсоснабжающая организация. До крана уже управляющая компания. Где произошел сбой, где произошло нарушение температуры или качества воды, определить тяжело. На сегодняшний день есть предложение выстроить практику таким образом, чтобы ресурсоснабжающая организация несла перед потребителем всю полноту ответственности за качество услуг. А с недобросовестными управляющими компаниями выстраивала свои отношения независимо от потребителя. Есть намерение и законодательно закрепить право поставщиков и жителей на условно прямые взаиморасчеты. Однако пока, как говорится, суд до дела, не платить по счетам и копить долги категорически не рекомендуем. Они останутся на счету потребителя в любом случае. Как спастись от безработицы, если ваша профессия неожиданно оказалась никому не нужна? Об этом сразу после рекламы. Сегодня экономики нужны одни, специалисты завтра другие. Рынок труда штука нестабильная, особенно в моменты экономических спадов. Как сохранить работу, оказавшись под угрозой увольнения? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сесть за учебную парту Жанну Вдовину вынудили неприятные обстоятельства сокращения. Я работала секретарем-начальником цеха долгое время. Потом с технологом по объему. На заводе на авиационном я работала. Но сейчас там совсем плохо, сокращения идут. Я сюда пришла. Теперь Жанна осваивает в учебном центре завода «Кузнецов» новую, а главное, востребованную профессию шлифовщика. Двигатели строения сейчас на подъеме, заказов много. Рабочие руки нужны как никогда. Но не просто руки, высококвалифицированные. А вот с этим проблема. В этом году завод стал участником федеральной программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. Люди, оказавшиеся под риском увольнения, нуждающиеся в переквалификации или стажировке, сегодня имеют возможность отучиться в учебном центре ОАО «Кузнецов» с гарантией последующего трудоустройства. У нас две программы. Первая программа – это те, которые приходят, мягко говоря, с улицы, не имея профессии, и мы их обучаем, опережающие обучение. И вторая стажировка – это те специалисты, которые получают высшую квалификацию. По первой программе мы планируем до конца года обучить и трудоустроить примерно 250 человек. По второй программе по стажировке – порядка 150 человек. Ситуация Александра Павлова довольно типична. По профессии экономист он три года после института работал в разных сферах, не по специальности. Собрался брать ипотеку, но официально трудоустроиться на белую зарплату оказалось практически невозможно. Парень с мозгами, Александр быстро понял, что начинать карьеру можно и с рабочей специальности. И пришел получать ее на завод. Полдня теории, полдня практики на реальном производстве. За два месяца таких интенсивных курсов освоил сложнейшее оборудование. Здесь официальная белая зарплата, официальное трудоустройство, соцпакет. И это послужило поводом для того, чтобы устроиться сюда именно, а не пойти по специальности. То есть увидел, здесь больше перспектив есть. Ну и учитывая, что многие знакомые сейчас увольняют, сокращают, а меня как бы это, к счастью, не касается. И есть с чему расти. То есть, ну, такая более лестница понятная и выстроенная. Более того, за время ученичества Александр получал по программе стипендию в 15 тысяч, половину от своей нынешней зарплаты. И это, конечно, хороший стимул для молодых специалистов. Всего из федерального бюджета учебным центром Самарского региона выделено 700 миллионов рублей. 70 из них направлено в ООО «Кузнецов». Специальная комиссия из Роструда и Министерства занятости Самарской области регулярно проверяет, насколько качественно и на что конкретно тратятся бюджетные деньги. На обучение, на заработную плату, на работу учебного центра также с помощью этой программы мы планируем оснастить наш учебный центр современным оборудованием, современным программным материалом для того, чтобы получить высококлассных специалистов. Собственно, программа субсидирования и рассчитана на то, что снять напряжение на рынке труда с помощью и переобучения из других профессий на те, которые востребованы у нас на заводе. Кто ищет, тот найдет. Даже в условиях экономической нестабильности работа для тех, кто хочет работать, есть. Более того, в Самарской области спрос работодателей на квалифицированную рабочую силу значительно превышает предложение. Кстати, на современных предприятиях практически половина специалистов, стоящих за станками, это люди с высшим образованием. Переквалифицироваться, во всяком случае, в данный момент имеет возможность каждый. Так что оснований для жалоб на безработицу в Самаре нет. Это подтверждает и официальная статистика. По данным регионального Минтруда, в ПФО у нас самый высокий уровень занятости. В конце летнего сезона ветеранские организации Самары собрались на большую встречу. Теплоходная прогулка плюс подведение итогов работы за последние месяцы. А что это за работа? Чем занимаются современные советы ветеранов? Теплоходная прогулка для активистов ветеранских организаций Самары стала финальной в этом году. Празднование юбилея Победы был насыщенным. Встреча, торжества, много новых проектов, много живого человеческого общения и планов на будущее. Ветераны, не только ветераны, но вообще все население Самарской области продолжает отмечать великую победу. В этом году исключительно этой победы. И чем дальше этот день уходит, тем этот праздник становится торжественным, очень значимым. И вот городская администрация в лице Департамента социальной защиты для ветеранов продолжает организовать экскурсии, отдых. Многим ветеранам возраст большой. Мы очень благодарны за ту заботу, которая представляет ветеранах нашей области. Лидер организации жителей блокадного Ленинграда Тамара Короткевич перед поездкой поделилась успехами нынешнего года и планами на завтра. Мы сейчас такую работу проводим. Во-первых, у нас музей сделали, блокады, хороший музей, комната блокадника и все, потому что быт это было страшное дело тогда. А сейчас у нас задача памятник оставить, потому что жители блокадников сюда привезли очень много, от них детских домов, в основном детские дома. Вы понимаете, матери умирали, отдавая последнее ребенку. А детей собирали по квартирам, ходили. Если-то говорить много, то это ужас один там, что творилось. И вот это все не надо забывать, не надо оставлять. И памятник надо, потому что блокадников здесь очень много приехало. Тамара Медведева возглавляет совет ветеранов Самарского почтанта. Для нее работа в совете – главное средство для поддержания жизненного тонуса. Со всеми заботами и обязанностями некогда стареть. Не дает расслабляться, мозги все время шевелятся, все время думаешь как-то, ну и не чувствуешь себя на эти годы. Кажется, что все в тебе 17. Единственное, что только вот мотор подводит с возрастом. А так много и дает. И общение, и разностороннее развиваемся. Че, так бы дома все время в халате ходил, а это встаешь, ага, уже знаешь, что тебе нужно идти, что тебе нужно там обзваниваешь кого-то. Вот сообщаемся мы, с больными навещаем своих пенсионерам, им сообщаем новости, они прям ждут, как это. Ой, ну че там нового, ну че там нового. Очень дает. Спасибо, что существуют вот такие советы, что вот такую вот вылазку нам организуют. Прям от души руководителям, кто это делает. Большое спасибо. И теплоходные прогулки этого лета, и многие другие проекты, ориентированные на поддержку пожилых жителей города, стали возможны благодаря комплексной программе ветераны Самары. И не только в помощи ветеранам ее суть. Люди с жизненным опытом и жизненной энергией – ценный ресурс в любом обществе. В отличие от молодых, им не нужно спешить на работу и по детским делам. У них часто есть и время, и желание работать на благо города. Самое главное – привлечь людей для того, чтобы они принимали активное участие в жизни города, ну конкретно в жизни своего там какого-то микрорайона, своего района, а потом уже, естественно, в жизни города. Сегодня мы еще раз встречаемся с председателями не только районных советов ветеранов, еще с председателями первичных организаций. Мы уже привели ряд встреч такого плана за последние вот два месяца, потому что нашему департаменту дополнительные полномочия по организации работы с ветеранскими организациями теперь определены такие полномочия. С первичными организациями мало кто работал, а они есть, они фактически составляют тот костяк, с которым мы работаем. Поэтому встречи вот два месяца проводили. Сегодня тоже у нас будет, как это, скажем, заключительная какая-то конференция, учитывая, что этот сезон закрывается. Проведем эту конференцию, выработаем окончательное решение, что у нас и планы на следующий год. Пока в предварительных планах на будущий год и организации для ветеранов санаторного лечения, и туристические поездки, и, конечно, самое активное участие в жизни родного города. Вместе с каникулами в Самаре завершилось очередное лето в боксерских перчатках. Уже три года этот уникальный проект дает возможность жителям нашего города бесплатно осваивать азы бокса под руководством профессиональных тренеров. Чего удалось за эти три года добиться организаторам проекта. Два месяца лета, свежего воздуха и спорта. Открытую площадку на берегу Волги у речного вокзала горожане уже знают и любят. Третий год здесь по инициативе Самарской городской думы, а также областной и городской федерации бокса проводится проект «Лето в боксерских перчатках». Свободный вход, свободный выход, тренировки бесплатные для всех желающих, независимо от пола и возраста. И желающих, надо сказать, с каждым разом все больше и больше. В этом году, как мы и планировали, рост есть по сравнению с прошлым годом, потому что все-таки это третий уже год подряд, многие знают. Мы превысили планку 600 человек. В среднем до 40 человек в день приходило, и я считаю, это огромный результат. И плюс, по крайней мере, 20-30% из тех, кто посещал, уже я слышал от них, то есть они планируют серьезно заняться этим видом спорта. Один парень к нам даже приезжал из Нижнего Новгорода, и он отзанимался до 20-го числа. Сейчас он уехал, отучится один семестр в местном колледже, и перейдет к нам в колледж и будет выступать и жить у нас до такого. То есть такой большой интерес, то есть не только территория Самарской области, из-за ее пределами. В конце августа «Лето в боксерских перчатках» завершается традиционным уже турниром, на который приглашаются все спортсмены, готовые выйти на ринг. Среди них и опытные бойцы, и совсем новички, приступившие к занятиям только этим летом. Даниле Бутурлакину первые в жизни соревнования принесли первую победу, а с ней и уверенность в собственных силах и желание продолжить тренировки. Пришел и начал заниматься, и вот позвали на соревнования, я пошел. И все. И буду дальше заниматься боксом. Большинство спортивных секций летом закрыты. Каникулы. На сборы попадают далеко не все спортсмены, особенно в младшем возрасте. А энергии хоть отбавляй. Куда ее девать? Для юного дзюдоиста Данила Чистопрудова и его брата Ивана летний боксерский ринг стал отличным решением проблемы. У нас начались каникулы, и папа нам рассказал, что на набережной тренировки по боксу. И он нас водил. У нас каникулы по дзюдо, и мы летом боксом занимаемся. А вот Семен Чикин свои первые шаги в боксе сделал три года назад. Уже третье лето проводит в боксерских перчатках с самого начала проекта. Теперь это перспективный спортсмен, призер города и области. Для него тренировки во время каникул – это хорошая возможность не терять форму и готовиться к соревнованиям. Ведь в сентябре уже начнутся отборочные туры. Тут свежий воздух, легкий увеличивается, дыхание становится лучше. А так, и тут ребят полно. Ну и вообще классно, потому что проводят. А то летом много не тренируется, а ты тренируешься. Другие летом не растут, а ты растешь. Молодые спортсмены растут, их ряды пополняются новичками. Бокс в Самаре вновь становится популярным. Почти как полвека назад, когда чуть ли не каждый третий мальчишка в нашем городе занимался этим видом спорта. Но, безусловно, одним только летним рингом этого добиться было бы невозможно. Чтобы вовлечь как можно больше детей в спортивное движение, необходимы разные формы работы. И когда в Самарской городской думе идея «лето в боксерских перчатках» еще только обсуждалась, депутаты сразу предусмотрели возможности расширения проекта. Мы в этом году выделили три гранда. Один из них «Лето в боксерских перчатках». И параллельно с нами развиваются еще два направления. Один из них «Патриотическое». Это клуб Плотникова, мы им тоже выделили. Там тоже бокс развился за эти три года. И школа номер три «Специализированная дюш». Они развились до того, что у них 80% стало боксеров. То есть она была комплексная, а теперь она стала специализированной по боксу. То есть количество участников благодаря вот таким проектам растет. И пополнение идет. Впрочем, «Лето в боксерских перчатках» не только для перспективных боксеров. Оно для всех. Тренеры работали и с конькобежцами, и с дзюдоистами, и со взрослыми людьми. В этом году был даже открыт второй ринг на вертолетной площадке. Но в первую очередь тренировали тех детей, кто остался на каникулах в городе. Без особых целей и развлечений. Цель, которую мы перед собой ставим, наверное, может быть и не вырастить огромное количество чемпионов, уровня такого, как Василий Александрович Шишов. Хотя, наверное, это было бы здорово. И чем больше будет возможности для занятий спорта, тем больше у нас может появиться великих спортсменов. Ну и в том числе, наверное, цель, и она главная, чтобы занять наших ребят полезными делами. А спорт, безусловно, к этому относится. Лето может быть ярким, интересным и даже в чем-то трудным. Главное, чтобы не было пустым и бесцельным. И уж кому-кому, а участникам проекта «Лето в боксерских перчатках» будет что вспомнить. Выйти на ринг и одержать победу, прежде всего над самим собой, это уже огромное достижение. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова